Я слышал в комментариях, поговаривают, что многие просят обзор на игровую клавиатуру. И наверняка же хотите ведь увидеть обзор на какую-то раскрученную известную фирму, типа Razer, да? Ну вот, смотрите, вот она, Razer Люкоса, да, вот она. Или можно здесь даже покруче, например, вот Razer Deathstalker, смотрите, вот она. Ну давайте скорее же её вскроем! Только вот что-то в этот раз мне реально жалко резать коробку, потому что, смотрите, 6500 она стоит, и то, эта цена, я так понимаю, со скидкой, до этого она была 7900, видите, да? Да эта коробка на вес золота, друзья, нет, давайте откроем её цивилизованно. Вот и она, клавиатура за 7000 рублей. Почему-то сейчас среди геймеров популярна именно эта клавиатура, Razer Deathstalker, и, честно говоря, я не понимаю почему, ведь за такие деньги можно найти кучу других вариантов, и даже несколько. Смотрите, сейчас будет очень простая арифметика. За 7000 рублей вы можете купить либо одну эту клавиатуру, либо вот эту, вот эту, вот эту, и вот эту. Всё это вместо одной Razer Deathstalker. Один из этих вариантов, кстати, тоже Razer, вот Razer Lucosa. Она также с подсветкой, также крутая, но при этом стоит намного дешевле, чем Deathstalker. Ну а теперь давайте подробнее. Вот это беспроводная клавиатура от Defender, про которую я уже говорил пару выпусков назад. Вот, смотрите, как она выглядит. В комплекте с ней идёт мышка, стоит 1500 рублей. Вот это клавиатура Razer Deathstalker, стоит 7000 рублей, проводная, но с атос-подсветкой. Не находите ничего общего? Ну, ну хоть чуть-чуть. Ну, хотя бы пять отличий найдите, друзья. В этих двух абсолютно, чёрт возьми, одинаковых клавиатурах. Но это лёгкая и беспроводная. Вы можете сказать, мол, Тимур, ну это же дешёвая китайская клавиатура, у неё клавиши фиговые, на ней вообще играть невозможно. Друзья, я вас умоляю, абсолютно одно и то же. Смотрите, что я тут нажимаю, что я тут нажимаю. Абсолютно одинаково. Разница, друзья, реально только в подсветке. Клавиши абсолютно такие же, и даже, смотрите, вот здесь есть такие соты, так сказать. Вот теперь клавиатура от Defender, беспроводная, 1500 рублей. Внизу есть соты, клавиши точно такие же, но они не подсвечиваются. Хотя у проводной версии такой клавиатуры есть подсветка. Но, когда я её брал, я подумал, зачем брать проводную клавиатуру, если можно делать беспроводную и играть, например, сиди на диване или в кресле. Это же очевидно, что беспроводная клавиатура намного лучше, чем проводная по всем параметрам. Абсолютно. В комментариях к прошлому выпуску вы очень много писали о том, что беспроводная клавиатура это зашквар, потому что у неё очень большая задержка между нажатиями на клавиши. Серьёзно, друзья, думаете, что вы эту задержку заметите, когда будете играть в доту или в кс-ку? Господи, я вас умоляю, друзья, даже топовые про-игроки в StarCraft не замечают этой задержки, потому что, ну, она реально минимальная. Сейчас 2016 год, настолько шагнули технологии, что разница между вот этим и вот этим вообще неощутимая одно и то же. Для примера можете посмотреть, как я наваливаю на этой клавиатуре в StarCraft. Ну, давайте предположим, что вам нужна клавиатура обязательно с подсветкой. Я вас понимаю, подсветка это круто, но согласитесь, что переплачивать 7000 рублей или 4000 рублей за подсветку, это немножко перебор. К тому же, что вот есть клавиатура, и вы видите в одинаковых условиях, что здесь подсветка намного мощнее. А теперь, внимание, такая клавиатура стоит всего 1500 рублей. И я вам даже больше скажу, друзья, в этой дешманской китайской клавиатуре можно менять подсветку. Вот синий, красный, фиолетовый можно сделать, чтобы это все мигало. Дешманская китайская клавиатура. В этих же за 7 и за 4000 рублей максимум, что вы можете сделать, это включить либо выключить подсветку. Все, других настроек здесь нету. Что на этой клавиатуре, что на Deathstalker. И скажите мне, нафига они тогда нужны? Если вам нужна клавиатура с подсветкой, вот это точно вам не нужно. Здесь идет переплата просто ни за что. Какие-то низкие, не совсем удобные ходы клавиши. Посмотрите сюда. Это дешманская китайская клавиатура. Вообще, я сначала подумал, что она механическая, потому что внизу железное основание, она вообще достаточно тяжелая. Механические клавиатуры тяжелые. Но нет, она мембранная. Просто здесь очень высокие клавиши. И посмотрите, какой у них ход. Во-первых, очень яркая подсветка, то есть даже с лампой вы ее видите. А во-вторых, смотрите, да, как они прожимаются. Это реально приятно на такой клавиатуре не только играть, но еще и работать. В общем, что я хотел сказать в этом видео. Друзья, если вы хотите себе красивую клавиатуру, такую же, как Razer, то вот она. Полная копия Deathstalker, плюс еще и беспроводная. К сожалению, здесь нет подсветки. Да, если хотите подсветку, то вот. Стоит тоже около полутора тысяч. Какая-то клавиатура хрен знает, какая сейчас на эту коробку. Skillet Unit. Честно говоря, вообще в первый раз такую фирму слышу. Но, как оказалось, они делают хорошие клавиатуры. Сейчас наверняка в комментариях игровых дел мастера будут писать о том, что Тимур, мембранная клавиатура, это же зашквар, она не такая крутая, как механическая. У нее отклик на одну миллисекунду дольше. Друзья, в наших земных условиях вы вряд ли отличите скорость нажатия механической и мембранной клавиатуры. К тому же, что я вот более чем уверен, большая часть из вас играет в игры не вот так, а, ну, типа вот так. О каком отклике здесь может идти речь? Друзья, нажимайте одну кнопку в секунду. Вот когда вы будете нажимать по 400 кнопок в секунду, вот так, тогда об этом и поговорим. Плюс в механической клавиатуре есть фишка того, что можно зажимать миллион кнопок сразу, хоть все. В мембранной клавиатуре, вот конкретно в этой, можно нажать до 10 кнопок одновременно. И вот нафига, скажите мне, при каких обстоятельствах вам нужно нажать 10 кнопок одновременно? Типа вот самая длинная комбинация, которую я знаю, это Ctrl-Alt-Delete. Это три кнопки одновременно. Короче, в конце я хочу сказать всего лишь одну мысль. Когда я покупаю себе клавиатуру за 4 или за 7 тысяч рублей с подсветкой и не могу ее поменять, это, друзья мои, самый настоящий зашквар.